Я не пытаюсь улучшить ваш ум, в пучине идеологии зла я пытаюсь разбудить ваше сознание, вернуть вам зрение, вернуть вам простое понятие того, что честь и свобода важнее той жизни, которая вас понуждает с детства. Как только голоса от государства начинают взывать к вашему патриотизму, это означает, что они готовятся убивать вас быстро и эффективно. Если вы сломаете механизм часов, стрелки все равно будут показывать два раза в сутки правильное время, и у ваших оппонентов всегда будет повод кричать, что в лжете и часы прекрасно идут. Мы живем в эпоху сломанного времени и кривых зеркал, а ложь правит миром. Дайте воле душе, слушайте, думайте, пишите. Приветствую всех вас, друзья мои. Приветствую, конечно, прежде всего, всех постоянных зрителей, всех настоящих друзей канала, всех тех, кто оказывает каналу поддержку, поддержку моральную, поддержку своими комментариями, поддержку своими лайками, потому что это стимулирует мою работу. Есть также те, кто находит возможность, время и желание и поддерживает канал финансами. Для тех, кто хочет присоединиться к их числу, он найдет легко ссылки внизу в описании под роликом. Там же имена тех подписчиков, которые оказали финансовую помощь после выхода ролика 2 января. Итак, друзья, сегодня мы с вами поговорим на одну тему, которая, я надеюсь, послужит отправной точкой от того, чтобы вы реально начали понимать весь цикл событий, которые происходили в нашем мире за последние 100 лет. Это постараюсь я изложить кратко, конкретно, и чтобы так, чтобы понятно было, ну, большей части зрителей, которые это прослушали. Слушать наше надо очень внимательно, потому что это показывает всю подоплеку всех событий, которые мы наблюдали, которые наблюдали наши отцы, наши деды, ну, начиная где-то с начала, с начала, с самого начала века прошедшего. Итак, начнем по порядку идти. 23 декабря 1913 злополучного года в США был принят закон о Федеральном резерве. На английском этот акт назывался Федерал Резерв Акт, или это можно интерпретировать как закон США. 251 глава 6, раздел 38. Закон был, нам сообщают, об этом важно так, промульгирован президентом Вудро Вильсоном, 23 декабря 1913 года, заметим. То есть, вот, этот якобы президент США Вудро, или Вудро, как хотите, так вы можете обзывать, потому что это опереточная личность. Тем не менее, он взял, якобы нам сообщают, и подписал, почему-то, они говорят, промульгировал президент этот, этот самый закон. И что происходит при этом, мы заметим. Николай II, единоличный суверен Российской империи. Причем, как единоличный суверен, потому что абсолютная монархия существует в Российской империи. Ошляет целевой и главный взнос в уставной капитал этой фирмы. Почем делает это он? На территории Испании, куда отправляется партия российского золота, принадлежащего, естественно, лично Николаю II. И размер этот взноса его составляет 88,8%. На эти 88,8% имеются расписки все с защитным кодом 1226, соответствующим межрадному коду Женевского регистра постоянной представительной организации. 14646 ACSHQ Впоследствии эта лига наций переросла и была преобразована в организацию объединенных наций. Я подчеркиваю, это все лежит совершенно, так сказать, на поверхности. Я уже об этом вам говорил. Годовой доход по этим самым распискам был определен 4% годовых и включал в себя ставку LIBOR за использование золотого депозита, потому что депозит был внесен в золото российского императора. Данная процентная ставка ежегодно оседала на счете X-1786 Мирового банка, а также еще на 300 тысячах счетов в 72 международных банках, учитывающих операции Мирового банка. То есть была создана огромнейшая дымовая завеса в виде 300 тысяч счетов в 72 крупнейших мировых банках. Заметим при том, что оставшиеся, я потом еще скажу об этом, 11,2% внес китайский император, который на тот момент уже якобы и не был императором. Итак, что мы имеем. ФРС была образована на 100 лет. Срок действия этой организации была организована на 100 лет. За 72 часа до 23 декабря 2016 года было необходимо, и это было сделано, направить в офис ФРС извещение о прекращении золотого депозита и истребование выгоды в соответствии с правами учредителя ФРС. Дата такого обращения обусловлена тем, что истекают сроки требования в соответствии с правом на депозит, а также с суверенным и торговым правом и по истечении 99 лет и 1 года требования по депозиту и 3 лет требования по долговым распискам по безусловной выплате доли и долга. Я сейчас подчеркиваю. По безусловным требованиям выплаты доли и долга. То есть, предметом требований должны быть, так сказать, по существующим их стандартам деятельности всех финансовых институтов мира, должна быть выполнена безусловная выплата доли и долга по обязательным ФРС перед Российским императором. Я подчеркиваю. Перед Российским императором. Там другого нет. Только перед ним. А его якобы у нас-то в 18-м году расстреляли. Тогда у меня сразу возникает все еще вопрос. Если его расстреляли там, в этой яме под Екатеринбургом, то почему и кто тогда заявил права? Сейчас мы с вами продолжим. Либо, я подчеркиваю, либо должен быть наследник-продолжатель. Далный долг должен быть истребован, так как ФРС не ликвидирован, а взнос доли золотой депозита нацелился открытым суверенным российским императором. А после его отречения от престола и права эти, безусловно, должны были, по идее, кому перейти? Продолжателю, его брату Михаилу, который в дальнейшем открыто отказался их принять. Его права. Вы же помните, нам говорят, что один написал карандашиком Филькину грамоту, а второй это отказался принять, потому что он прекрасно знал, что это Филькина грамота. И передал по факту на усмотрение нас, уверяю, в этом выборных представителей сословий народа Российской империи. Каких таких выборных представителей сословий народа Российской империи? Кто-нибудь объяснить может? Потеря государственного суверенитета Российской империи стала возможностью в результате, так сказать, выдающейся и успешной спецоперации этого самого Николая II Гольштейна Романова, который организовал блестящую целую цепь событий, приведущих к якобы потере государственного суверенитета Российской империи, который, внимание, закончился переходом прав суверенно над Российской империей в пользу Георга V. Бурные продолжительные аплодисменты, переходящие по всему миру в бурные овации, потому что я уже вам давно показал и доказал, что это одно и то же лицо физическое. Георг V, якобы король Великобритании, он же Николай II Гольштейн Романов, переводится, кстати, все переводится очень просто, как Земля Завета. И в результате спланированной так называемой этой кликой Николая Гольштейна Романова операции в конце февраля-начале марта 1917 года, без всякой, видимо, причины, без всякой, то, что вам говорят, что там какие-то бунты были, потеря над управлением, над армией, над флотом, там, к Кронштадт, там, события всякие, там, голодные бунты в Питере, я вам скажу так. В Российской империи, это бессловный факт, в 1917 году, на состоянии, на февраль месяц 1917 года, не было продовольственных карточек, единственная страна в Европе, где все продукты питания продавали свободно во всех магазинах, во всех лавках, рестораны работали, кафе работали, театры работали, публика распевывалась, кан-кан девки плясали во всевозможных кабаре, шампанское лилось рекой. Война шла. В это время гробили свои животы на фронте казаки и русские мужики. В Питере вовсю шло пиршество бурное, и народу демонстрировали изредка какие-то глупости, которые там, якобы, происходили, якобы, в Государственной Думе. Ну, цена этой самой Государственной Думы, она абсолютно идентична нынешней Государственной Думе, где самая блестящая личность, это сын этого самого инженера, или кого там, юриста, который развлекает весь мир, клоун такой там есть. Итак, нам это все преподнесли вдруг как февральскую буржуазно-демократическую революцию. Они даже не смогли предъявить ни одного выстрела, ни одного события. И вдруг революция. С какой, спрашивается, такой причиной, с какого перепуга? Это событие можно назвать февральской революцией. Если никто ни в кого не стрелял, этот, сидя якобы в своем вагоне, якобы написал на карандашикам Фелькину грамоту. И ее опубликовали тут же, заметим, тут же во всех газетах Российской империи. И начали быстро ломать через колено все. Прежде всего, всю пирамиду российской армии. Всю пирамиду государственной власти. Всю пирамиду государственных органов. Просто чем занимались керенские, там, сидя в зимнем дворце? Они все ломали. У них основная цена задача была полностью все разрушить под ноль. Вообще принято полностью идиотском, не выдержившим никакой критики, историческом толковании так называемых событий февральской революции. Нам, нам вот просто ни на чем, из пустого, из воздуха начинают доказать, научно и исторически обосновывать все это, что якобы эта самая буржуально-демократическая революция прямо вот назрела, прямо она вот необходима была. И она есть такая историческая, обусловленная закономерность, связанная, так сказать, с неизбежными событиями, связанная с сменой общественных этих формаций, политических, социальных и прочих. А все в основе этого, нам говорят, оказывается, тихо глядываясь по сторонам, лежат общественные производительные силы. Оказывается, чем больше заводов, тем хуже в стране будет потом. Почему-то при бурном развитии общественно-производительных сил никаких революций в колонии под названием Соединенные Штаты Америки никто нигде не проводил, никогда. В действительности, такие теории, вот эти теории безумные совершенно, они все родились, ну, в головах неких умов, назначенных на эти должности, что вы должны обосновать, нарисовать, рассказать. Мировой равенат назначил там некоторых, некоторых личностей. Они быстро создали всякие эти фальсификационные комитеты, прочие органы, типографии, отделы реставрации исторических ценностей, и начали по всей территории России изымать все, что могло опровергнуть их версию. То есть, они начали самые настоящие античеловеческие садистские методы принимать. Я уже говорил, что расстреливали даже просто за паспорт Российской империи, за журнал, за подшивку журналов каких-нибудь, которые изданы до 1917 года. Просто приходили, расстреливали всю семью, если находили. То есть, все были обязаны сдать все под ноль. И вот, эти самые античеловеческие, такие, совершенно так хорошо сформированные действия, которые были организованы группой садистов, мракобесов, подлых негодяев, которые прибыли кораблями из США по направлению Всемирного банка по личному указанию Николая Голештейна Романова во главе с Лёвой Троцким. И они начали свою бурную деятельность в Санкт-Петербурге. И в результате этого, вообще-то, пострадали все страны мира, все народы мира. Потому что в действительности, на самом деле, я вам скажу, что никогда, нигде не существует никаких исторических закономерностей для смены каких-либо формаций. Потому что единственная формация, которую мы знаем сейчас, реально, это та формация, которая была создана захватчиками, нечистью, которая захватила наш мир. Я об этом вам подробно все рассказывал. И сидит и управляет им. Вот единственная формация, которая есть. Создана четкая пирамида власти, с великим глазом наверху, который якобы все видит, но не видит на самом деле ничего. И вот по этой пирамиде все идет вниз. И дальше начинается их игрищее развлечение. Поскольку все так называемые исторические события обословлены и являются результатом действия не исторических законов, а результатом действия живых, так сказать. Людей, подчиненных неживой нечисти, нежити, мертвым. Наделенные правом свободы выбора для своих действий и поступков, якобы на самом деле ни у одного руководителя никогда в мире не было никакой свободы действий и выбора своих поступков. Поэтому бессмысленно совершенно нам давать какую-либо оценку так называемой февральской, этой самой буржуазно-демократической революции 1917 года. И фактическому, хорошо организованному, хорошо поставленному, антигосударственному перевороту, устроенному кем? Его главой этого самого государства и его ближайшими сподвижниками. Потому что на самом деле никаких массовых антипроектных выступлений каких-то рабочих и солдат Петроградского гарнизона никогда нигде не существовало. Я это подробно вам рассказал, там можете поставить у меня ролики, называется, например, «Октябрь без Ленина» или как это было. Никаких советов не было, это придумали все. На самом деле власть была просто передана в руки Троцкого, его банды. А там банда очень такая, была жесткая банда. Там один Феликс Дзержинский только чего стоил. То есть они отдали, Николай фактически отдал ему всю свою исполнительную, законодательную власть в руки. Условие было такое, вот у них есть 99-100 лет, чтобы организовать суверенное государство на этой территории. Но это лишь только то, что мы на самом деле видим, что мы можем предугадывать. Это как, знаете, вот верхушка пирамиды, как вот стоит вот эта пирамида в центре Красной площади. Мы видим только ее верхушку, на которой написано «Мавзолей». А это многоступенечная огромная пирамида. И наверху мы видим где-то одну шестую ее часть. Вот и все, что мы будем, можем здесь разговаривать, исследовать, рассуждать. А если бы было так? А если бы кто-то сказал, не было. Все было хорошо, организовано, прекрасно. И все события были обусловлены не развитием каких-то там общественных производительных сил и каким-то там бунтом народа. Народ никогда вообще ни на кей бунт и ни сам по себе не способен. Любой бунт всегда организуется снизу или сверху, но всегда только за счет тех, кому он выгоден. Если есть бунт, значит есть люди, которые либо хотят поменять власть, либо рвутся к власти. Классические примеры, все эти так называемые цветные революции, которые хорошо организованы там. Пять миллиардов на Украину, где у семь миллиардов было брошено на то, чтобы Ливию разрушить. То есть революция хорошо организована. Или она приносится на штыках, как в Ирак принесли революцию на штыках. Захватили страну и сделали революцию. До сих пор там революционеры активно действуют. Все утверждения так называемых ученых, историков, все они обусловлены только одним. Их корыстными мотивами, что выгодно говорить так, значит я буду говорить так, за это я получу должность и степень, за это я получу гранты, за это будут издавать мои книги и монографии, и я буду своим студентам, ученикам, людям просто лечить голову очень сильно всякими глупостями, которые придумаю я. Типа глупости с отстранением, так сказать, от престола того самого Николая II и захватом власти суверена в Российской империи, королем Великобритании, который одно лицо с ним. Фактически заключительная фаза спецоперации началась реально. 2-го, 15-го марта 1917 года. Но это уже было все хорошо подготовлено, организовано. Там каждый знал свое действие, какое он должен. Заранее все знали, в газетах, в журналах знали все заранее, что надо делать. А потом нам рассказывают о том, что царь отрекся Николай II от российского престола в пользу своего младшего брата Михаила. или его еще именует великого князя Михаила Александровича. А тот, в свою очередь, буквально через день, то есть тот второго он написал, а тот 3-го марта 1917 года, он уже подписал о неприятии престола. сел так и размашется, написал «Не хочу я вашего престола, не хочу я быть самодержанным российским». Все. И все решение было принято о судьбе будущего государственного устройства России. А какое оно потом стало, будущее государственного устройства? Я вам скажу очень просто. На 99 лет страну превратили в колонию самого низшего уровня, четвертого уровня. То есть сыровой предаток и финансовый предаток мира. И за счет этого весь мир процветал и существовал все эти годы. А там нам рассказывают о каких-то решениях учредительного собрания, которые якобы надо собрать, чтобы выбрать новое правительство, установить власть. И вот это там учредительное собрание должно было якобы там что-то решить. В следующей ситуации понятно очень. Получается, что престола, наследников нет. Михаил Артрона отказался. А поскольку право суверена никто не отменял, оно имеет непрерывность, то все очень понятно. Уже появляется тут же право суверена короля Англия Георгия Пятого. Он же Николай Второй. Который с помощью, так сказать, предателей слух нечисти явных, агентов влияния, там, Милюков такой был. Он же 4 марта получил и оформил соответствующие права единоличного суверенного на Российскую империю. Все там рассказы о том, что там его где-то охраняли в Зимнем, потом повезли в Екатеринбург. Это все такая чушь, ребята. Он уже, когда отречение было опечатано, уже находился в Лондоне. Это я первый раз говорю вам. Он уже находился в Лондоне, и причем не первый месяц. Потому что у них не бывает ни детей, ни сыновей, ни дочерей, ни жен. Все это организованный спектакль. Все это актеры. Это мелкие бесы, которые исполняют роль. Вот классический пример вам. Так самый, этот самый, Барак там. Барак, который стал не Бараком, а Обамом. У него якобы там жена Мишель есть, который на самом деле не Мишель, а Мишка, который мужик трансгендер. Откуда кто там рожал его дочерей, кто-нибудь объяснить может, ведь это открыто все давно высмеяли, разоблачили. То есть нет никакой семьи на самом деле. Не бывает там. Все, что показывают, это все фигуры политических, ставят на место. Вот как королева Великобритании там существует, да, вот эта фигура. Это нечто, которое сидит в теле женском. Но у них пола нет даже, я вам скажу, у них нет пола. просто они развлекаются так. Вернее, они пытаются развлекаться, но сейчас уже у них развлекаться не получается. Фактически под юридизацией Англии на территории России, Российской империи, вместо полноценного государства была создана, что колония, британская фактория, она так и называлась, британская фактория, новая, это официально не объявлено, существующая колония Британии получила сначала временное правительство, потом получила директорию, как и Франция в свое время получила директорию, да, прикрытую ширмой, либо, в чем там фиговый листочек даже, не ширма, там все видно. И потом этот, так сказать, эти клоуны все, типа Керенского, Милюкова, приступили к функции чего они приступили, их задача была, как я сказал, разрушить все, разломать, разнести в клочья, разрушить систему, потому что система была очень прочная, понимаете, пирамида власти была-то настолько прочная на всей территории страны, что ее надо было очень тяжело сломать, притом страна-то богатая, огромная, все богатства мира сосредоточены, практически там. Люди-то, которые, даже, которые были там знать, аристократия, купцы, они же не все, большая часть ничего не знала, ничего не понимала, что происходит. И вот, они даже не поняли, как они жили, были гражданами Великой Империи, перед которой весь мир стоял на коленях, а вдруг они стали кем? Они стали никем, кто был никем, тот станет всем, а они стали ничем, потому что были у них свои заводы, пароходы, фабрики, поместья, а все это исчезло совсем, пока их дети там на фронте, значит, воюют, а у них уже ничего нет. Таким образом, существуют все основания, так сказать, были основания, и сегодня они существуют, предъявить право требования, но для этого что надо? Для этого им сначала надо инициировать восстановление СССР, РССР на основании референдума. Не забывайте, что референдум 17 марта 1991 года никто не отменял, или надо создать новое суверенное государство на этой территории, которое должно стать полным продолжателем праводержателя правоприемника российского императора. Как это сделать? То есть надо СССР, РССР восстановить, а потом восстановить империю. Чем они сейчас и занимаются везде, по всем присутствуемым местам, уже везде, да, в зданиях, даже в здании Верховного Суда уже висит везде, везде с 14-го года, по-моему, висит там герб Российской империи в полном развороте во всей своей красе. То есть не будут там вешать герб СССР, даже в Верховном Суде, времени нет, очень мало, срок маленький очень, до декабря этого года надо все закончить. Поэтому они вот сейчас 28-го декабря приняли решение о восстановлении СССР, сейчас начали быстро свергать администрации своих сбрасывателей всех. Так сказать, надо, необходимо это им сделать как можно быстрее, потому что надо вернуть права суверенно Российской империи. Идет страшная борьба, я подчеркиваю, идет страшная борьба между Ганс Адамом Втором, великим князем Лихтенштейна, и Николаем Горчтейн Романовым, который никуда не делся, продолжает действовать очень хорошо, прекрасно. Кстати, меня часто спрашивают, а где тот самый там кто такой Иосиф Виссарионович Сталин? Ну, как-то, его правая рука, князь Феликс Юсупов. Сегодня это наставник, который сидит в Минске. Он же самый. Тела меняют, как перчатки, легко и быстро. Данное обстоятельство им всем позволило очень легко и быстро восстановить суверенное государство, которое будет для всего мира правоприемник или продолжатель Российской империи. Для чего они уже сделали, что они признали права Елизаветы Второй, тайной, которая управляла, считалась суверенным. Эти права стали явными по течению 99 лет. И с явным владением 88,8% РС, как выгода приобретателя. Так вот, эти права они объявили ничтожными. Я сейчас скажу, как. новое суверенное государство имеет все права все вернуть в свою пользу, к своей выгоде. Я лично думаю, век конечно все в очереди, все это конечно только мои фантазии о земле икс. Я думаю, что Александр Лукашенко, он же Феликс старший, княз Юсупов, он же Джигашвили Иосиф, он же это сделал срок от имени малолетнего императора Николая Гольштейна Романова, потому что тот еще не достиг возраста совершеннолетия. Совершеннолетие ему исполнится 18 лет в мае месяце этого года. В результате чего все финансовые институты мира полностью перешли сейчас нас находится под властью Лукашенко Александра. А сам император Николай Гольштейн Романов, он может вступить в свои права владения миром, начиная с мая этого года по достижению 18 лет строго в соответствии с реальным состоянием дел. Все государства мира я подчеркиваю все государства мира полностью ликвидированы. Все. У них нет правительств, судов, армий, законов, прав и вообще ничему нет. Так как все они перешли в собственность абсолютной монархии. То есть сегодня что мы имеем? мы имеем такую историю, что власть якобы на территорию Российской империи была захвачена так называемыми большевиками фактическое управление, которые были быстро, но очень плохо придуманы, потому что вся история большевицкая партия она не удержит никакой критики. Никто о существовании большевицкой партии еще в 18-м году в мире не знал совсем. Которые были такими же агентами, понимаете, сами по себе. например, Керенский в отличие тоже нам рассказывают о его бегстве в женском платье зимнего дворца Финляндию за несколько часов до того, как зимний перешел под власть Троцкого, который никуда не врывали, ни в какие матросы в зимний дворец не врывались, потому что если бы там ворвались анархисты-матросы, то никакого бы Эрмитажа нигде бы никогда не существовало. А этого просто взяли с почетом посадили, причем в царский Роуз-Ройс и отправили. И в тот момент, когда так называемый бежал какой-то там матрос куда-то стрелял, бежал солдат, стреляя на ходу, Керенский был уже Пской штаб-квартиры Северного фронта. Откуда они сделали имитацию такую, устроили имитацию наступления казачьего генерала Краснова? Это была чистейшая воды фикция, никого наступления не было, потому что Краснова бы взял Питер за 5 минут, если бы подошел туда. Ну, не за 5 минут, за 5 дней. Наступление, говорят, такого Краснова было остановлено красногвардейцами. Откуда там они появились, эти красногвардейцы? Те же самые Керенский и Милюков с такими же агентами в силе Троцким и компанией устроили вот это все так называемое революционное шоу. С выстрелом ароруры, предоставив захват власти. По сути, это была такая цветная революция, где даже никого не убили на самом деле, которая я прошла якобы в результате бунта матросов Балтийского флота. Только Балтийский флот потом чуть-чуть их не вышвырнул в 21-м году из Питера. Это шоу с бунтом на кораблях Балтийского флота с неподчинением там их матросов команды и так далее. это да. Все было организовано с далеко идущими целями, хорошо организованными, продуманными целями. Все это развивалось по плану. Но плохой антураж был. То есть они плохо все показывали везде. Потому что потом пришлось все переписывать, переписывать многократно, исправлять огрехи, убирать белые пятна, придумывать липовые истории. Все это было так сказать большим спектаклем для того, чтобы тот самый Георг Пятый от имени морского командования Российской империи и в правах рамках того же адмиральского морского права, потому что король Британии он в это же время, как нас уверяют, с 10-го года являлся адмиралом главнокомандующим Российского флота. Подчеркиваю я еще раз, что у него была должность главнокомандующим Российского флота, адмирал Российского флота. То есть там все готовилось заранее, все, еще в 10-м году уже все знали, кто куда пойдет и где ставит. И одновременно, как только он оказался в Лононе, он уже имел право от имени суверенно над Российской империей юридическую возможность в нужное время заявить в международном суде и в высоком королевском лоновском суде об официальном судебном признании своих прав на суверенно на Российскую империю. Естественно, он-то не собирался отдавать никому свою власть. Он просто переехал в Лондон. А это вся операция там все эти были, это просто было шоу, это прикрытие для захвата и прихода к власти так называемых большевиков. Я сказал, что большевицкой партии никогда не было. Никакого съезда второго съезда там ее организации в Лондоне тоже никогда не было. У меня все это подробно в роликах разложено. Второго съезда советов провозглашившего союз советских социалистических исполик тоже никогда не было. Его просто никто не проводил. Все это были малипуляции королевские династии так называемые, которые сидели там в Лондоне. Но они там в Лондоне не сидели, но они на самом-то деле ничего не значили. Я еще раз повторяю, что все построено по пирамиде, по жесткой системе пирамиды. Вот сейчас я вам просто сделаю маленькое отступление от этой темы. Было в той империи, Российской империи, которую сейчас будут восстанавливать. И уголовное право, которое сейчас начнет опять действовать, я подчеркиваю, сейчас начнет опять действовать, и у нас опять уже в конце этого года будет она восстановлена, и потом появится Священный Синод, главой которого будет император, который поручит свои права управления всеми религиозными конфессиями, они сделают единую для всего мира конфессию, и будет править ее обер прокурор Российской империи, которого назначат на эту должность. Все будет запрещено, все Библии, все Кораны, все полностью везде будет запрещено, будет единая была, будет создана единая религия. При этом будет показано великое шоу, всемирное шоу, когда с явлением императора освободителя, спасителя, который избавит весь мир от страшных бед медицинских, которые существуют сегодня. Так вот, выдержки я просто прочитаю из того закона, чтобы вы понимали, к чему хотят они прийти. Небольшая. Читаю. за небытие на исповеди с разночинцев и посадских людей в первый раз взимать рубль, во второй раз два рубля, в третий раз три рубля, с крестьян соответственно пять, десять и пятнадцать копеек. А вот для слишком добрых работников прокуратуры в рясах из особого духовного отдела под названием священности нот, были более жесткие меры в случае сокрытия фактов неявки на исповедь. То есть, если кто-то не пришел на исповедь, не явился, а этот не доложил куда надо, что тот не пришел на тайну исповеди, где тайны даже естественно все понимают, что никакой тайны нет. Так вот, за сокрытие небытийщиков на исповедь, то есть, те, кто не явился на исповедь, священника наказывать в первый случай пять рублей, затем десять и пятнадцать, а в четвертый раз священника лишали сана и отсылка в каторжные работы. А вот если священник не сообщил о том, что ему поведали на исповеди, то сразу же лишался сана и отправлялся на каторгу. То же самое наказание получал офицер КГБ направленный на службу в церковный приход священникам, потому что он должен и воззначивало, ведь в церковь шли не очень-то довольные, скажем так, советской властью обиженные люди, и там-то они на исповеди, как на духу, выкладывали священнику все, что носили под сердцем своим, а тот, естественно, все это исправно записывал и сообщал куда надо, потому что он был кадровый офицер КГБ СССР. На казаков и дворян, естественно, все не распространялось это, почему им надо было убрать и дворянство, и казачество. Государство-то феодальное и вассальное присяга дворянина облилась жестко и всегда, то есть дворянин считался равным императору, но, так сказать, приносил вассальную присягу, и он был свободен, он был обязан только одним, как и казак, он обязан был служить и не нарушать тех законов, которые были приняты для дворян, а реально судить дворян могло кто? Только дворянское собрание, то есть уголовный суд на дворян и на казаков не распространялся, казаков они трогать вообще не могли никоим образом, советую всем почитать, если у вас будет время, уголовное право империи скоро начнут работать, и там есть очень примечательные места, например, там есть статья 182 об богохульстве церкви, ссылка и каторжной работы до 20 лет, телесное наказание, клеймение в ином публичном месте, ссылка и каторга до 8 лет, телесное наказание, клеймение, статья есть такая, 183 не публичное богохульство, ссылка в Сибирь и телесные наказания, кстати, по всему миру, друзья, готовят мероприятие поклонение туземцев великому императору освободителю, туземцы возле Броденбургских ворот или возле Эфелевой башни на Елисейских полях будут все хором петь Боже царя храни и принимать веру ортодоксальную под эгидой генерального оберпрокурора мировой Российской империи. Никаких других религий в мире больше не будет. Все священнослужители сегодня дружно обеспечивающие явления в оцарении императора окончат дни свои наплахи, какой бы конфессии они не принадлежали. Смотрите сами, какой идет спектакль. Имамы запретили всем мусульманам ехать в Китай на Олимпиаду. Нет, ничего плохого в отмене этого спектакля под названием Олимпиады тоже нет. Но сколько лжи и пафоса вокруг. В Гонконге во время празднования Нового Года играли Чайковского Божия Храняк, Божия Царя Храни. Так, ну, так события такие. Кстати, если Божия Храни Королеву послушать гимн английский, это то же самое, Чайковский. И насладка закон, по которому всем придется пожить около года до наступления равновесия, потому что 23 год это год будет правления императора. Статья 86 Богохульство поношение порицание критика христианства безумысла заключение в смирительном доме до двух лет заключение в тюрьме до двух лет смирительный дом это дом для умалишенных полных. Статья 87 Печатная письменная критика христианства отсылка в себе телесное наказание Вот как Бога надо любить понятно вам? Статья 88 Насмешки над христианством умышлено заключение до года неумышлено до трех месяцев Статья 189 Изготовление распространения предметов веры в непристойной форме по умыслу наказание согласно статье 183 безумысла заключение до шести месяцев или арест до трех недель Друзья 28 декабря в Питере Александр Григорьевич Углашенко возглавил процесс управления восстановлением системы государственной власти СССР В настоящий момент идет фактическая ликвидация фиктивных органов власти Как это выглядит? Посмотрите сейчас на Казахстан Некий клоун изображающий себя президента Казахстана сказал следующую чушь во время второго обращения к народу Казахстана Принятые мной меры нацелены на благополучие многонационального Казахстана Но эти меры пока недостаточны Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов Это связь о тщательно продуманном плане действий заговорщиков которые мотивированы финансовые Именно заговорщиков сказал президент Имя этого президента для нас совершенно не важно Но этот Тетерев прогугукал следующие дикие фразы Он заявил что в результате противостояния среди сотрудников силовых органов есть убитые и раненые Власть будет максимально жестко действовать по отношению к нарушителям Толпы бандит вошедшуюся элементов избивают военнослужащих издеваются над ними Голыми водят по улице этих самых военнослужащих Подвергают насилию женщин Грабят магазины Обстановку угрожают безопасности всех жителей Алматы Друзья Ну вот что мне сказать Сейчас сполошились очень сильно в адресе Лихтенштейн Прекрасная белая Эммануэль Макроновна жестко оскорбила всех и сказала что опустит в дерьмо всех французов которые не сделали это Более того она пообещала их давить и объявила их всех врагами народа То есть там власти никакой нет Вы понимаете что во Франции нет президента Франции То есть как в Италии нет президента Италии и так далее Но вот то что творится сейчас они просто уже сходят с ума Они не знают как спастись потому что они видят что идет наступление равновесия и бесятся и при этом еще между собой устраивают давление влево или вправо Одни ни в коем случае не хотят допустить восстановление власти Российской империи на весь мир а другие не хотят допустить власти Лихтенштейна на весь мир и все остальное все это так сказать то что нам показывают спектакль идет но в этом спектакле самое интересное что всегда страдают люди те люди которые там на площадях сейчас и которые могут только посочувствовать борются за свободу свою свободу в Казахстане но только им надо понимать этим всем людям что нет хорошей власти нет хороших правителей что любой правитель это враг всегда что их используют и чтобы их не использовали надо очнуться проснуться послушать например вот такую информацию и понять кто их танцует зачем танцует и почему на этом я как всегда с вами сейчас расстанусь до ролика который как всегда выйдет в воскресенье благодарю всех за внимание субтитров 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 Продолжение следует...